Уважаемые коллеги, слышно меня? Уже в Древней Греции и Риме существовали гимназии и другие учебные заведения, в которых одним из главных действующих лиц был учитель. С тех пор изменились как организация, так и содержание образования, но отношение к профессии учителя по-прежнему остается самое серьезное. Социологическое исследование, проведенное в начале 21 века, показало, что профессия учителя входит в первые десятки популярных профессий среди юношества и молодежи. В современных условиях надежда на радикальные изменения в России связана с деятельностью педагога, результатами модернизации отечественного образования, которые определены в федеральной целевой программе развития образования на 2010-2015 годы. Процессы изменений в системе образования связаны сегодня прежде всего с формированием педагогического корпуса, соответствующего запросам современного общества. От профессионализма педагога способности к профессиональному росту напрямую зависят результаты социально-экономического и духовного развития России. Доказательством вклада педагогов области в повышение качества образования может служить мониторинговое исследование, удовлетворенность населения Кимеровской области качеством общего образования, которое проводится на протяжении четырех лет. Основные потребители общеобразовательных услуг указывают на необходимость получения прочных и глубоких знаний по всем предметам, формирование ключевых компетенций, требующих для жизни в современном обществе, разностороннего развития личности обучающихся, подготовки к выбору и освоению профессии. Направляющую роль в удовлетворении потребностей обучающихся оказывает учитель, владеющий предметными знаниями и современными технологиями обучения и воспитания, способный увидеть в каждом ребенке индивидуальность, умеющий развивать его способности, готовый к профессиональному самосовершенствованию. Одним из приоритетных направлений модернизации образования, определенным в образовательной инициативе «Наша новая школа», является обновление содержания образования. Это тем более важно в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты. Каждый педагог области осознает, что процесс обучения и воспитания должен быть организован по-новому, по-другому. Для этого в регионе выстроена система подготовки учителей к реализации требований в ГОС. Для педагогов области на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования были организованы курсы повышения квалификации, взаимодействия с пилотными школами и базовыми площадками. Сегодня в области определены 46 пилотных и 76 базовых образовательных учреждений, отрабатывающих различные направления внедрения в ГОС. Разработка и внедрение в практику нормативных документов, разработка и реализация основной образовательной программы начального и основного общего образования, разработка программ внеурочной деятельности по пяти направлениям и их реализации. Педагоги пилотных и базовых образовательных учреждений активно делятся набранными методическими приемами и находками на мастер-классах, открытых уроках, внеурочных занятиях. Опираясь на идеи системно-деятельностного подхода, они разрабатывают требования к оценке формирования универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности, определяют условия их формирования. Сегодня уже получены некоторые промежуточные результаты. Методическое сопровождение внедрения в ГОС в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области обеспечивается на основе внедрения мобильной сетевой модели взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной методической службы, работы тьютеров, сотрудничества с российскими издательствами. Решить актуальные вопросы педагоги области могут на проблемно ориентированных, проблемно обучающих, постоянно действующих семинарах и вебинарах. Только в этом учебном году в них приняло участие более полутора тысяч человек. С 2010 года организуются и проводятся авторские курсы для учителей начальных классов. Реализация личностно ориентированного обучения младших школьников в аспекте содержания ОМК «Перспективная начальная школа». Школа 2100 как образовательная система развивающего образования с участием авторов учебников и методистов российских издательств. Проведенный в 2011 году областной конкурс программ внеурочной деятельности для начальной школы позволил не только выявить победителей и лауреатов конкурса, но и сформировать банк лучших программ внеурочной деятельности, которая издана и доступна для широкого круга педагогов. С 2010 года в области работы 12 экспериментальных площадок по направлению «Организация внеурочной деятельности в условиях переухода образовательных учреждений на ВГОС нового поколения» под руководством Натальи Милины Касаткиной. Результатом этой работы стало издание учебно-методического пособия в трех частях «Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях реализации требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». На сегодняшний день по проблеме внедрения в ВГОС реализуются 36 образовательных программ для учителей-предметников, 3 для учителей начальных классов, 5 для руководителей образовательных учреждений. За период с 2010 года повысили квалификацию 755 руководителей, 5057 учителей начальных классов и 12084 предметника, что составило 74,55% от общей численности руководителей и учителей области. К концу 2012 года запланировано обучить еще 6507 человек. В условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты особую актуальность приобретает вопрос об использовании учителями современных методик и технологий обучения, позволяющих не только успешно реализовывать новые образовательные программы, но и достичь качества образования. Ведь от того, насколько интересен урок, насколько ученик вовлечен в познавательный процесс, зависят результаты. Результаты опроса родителей и обучающихся представлены на слайде. Как видим, коллеги, в этом учебном году оценка соответствия используемых учебных технологий современным требованиям повысилось в среднем на 5% по сравнению с прошлым учебным годом. Эти данные позволяют утверждать, что применяемые учителями технологии обучения не только соответствуют требованиям времени, но и направлены на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Это еще одно направление модернизации образования в России. Важным условием получения качественного общего образования потребители образовательных услуг считают соблюдение санитарно-гигиенических условий, наличие в общеобразовательных учреждениях хорошо оборудованных кабинетов. В текущем учебном году 67,18% родителей региона и 62,47% обучающихся оценили санитарно-гигиенические условия удовлетворительными. В течение двух лет около 20% обучающихся и родителей области отмечают, что в их образовательных учреждениях осуществляется внеурочная деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья и психологическая поддержка обучающихся. В текущем учебном году респонденты отмечают, что занятия проводятся в хорошо оборудованных кабинетах. Этой точки зрения придерживается почти 65% обучающихся и 66,41% родителей региона. Родители оценивают обеспеченность образовательных учреждений учебной и дополнительной литературы как отличную и хорошую. Другим направлением реализации модернизации российского образования является работа по выявлению поддержки талантливых детей. И здесь роль педагога незаменима. Ведь именно он первым должен заметить индивидуальные способности, склонность ребенка к определенному виду деятельности. А для этого необходимо создать образовательную среду, способную к достижению оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с природными задатками и способностями, и в то же время позволяющей сохранить физическое и психическое здоровье ребенка. Как создать такую среду, педагоги области узнают не только обмениваясь информацией в образовательных учреждениях, но и изучая педагогический опыт педагогов-победителей областных конкурсов, участвуя в научно-практических семинарах, конференциях. В Кемеровской области реализуется региональная программа по созданию региональной системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи на 2010-2015 годы. В рамках поддержки юных талантов, в рамках реализации данной программы предусмотрена не только социальная поддержка юных талантов, но и комплекс мер по повышению профессионализма педагогов, направленных на организацию работы с одаренными детьми. Чтобы побочь одаренному ребенку найти свое место в изменяющемся мире и стать творческой личностью, необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон. В этом году область стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий в рамках федеральной целевой программы развития образования по направлению региональной системы выявления и поддержки одаренных детей, независимо от их социального статуса и места проживания, на базе губернаторских образовательных учреждений. Своим опытом работы по созданию равных возможностей получения образования для одаренных детей из сельской местности поделится губернаторский многопрофильный лицей-интернат. Губернаторская женская гимназия представит опыт работы по развитию одаренности школьников средствами интеграции общего и дополнительного образования. Лицей города Кемерово ориентирован на реализацию индивидуальной траектории обучения школьников. Немаловажное значение в работе с одаренными детьми имеет раннее выявление интеллектуальной и творческой одаренности детей до школьного возраста и непрерывное сопровождение ребенка в системе детский сад-школа. В детском саду номер 155 города Кемерово накоплен богатый опыт, которым воспитатели готовы поделиться с заинтересованными педагогами. Развитие детской одаренности осуществляется в условиях интеграции общего и дополнительного образования. Опытом готов поделиться областной центр дополнительного образования детей. В 2011 году стажировку по организации работы с одаренными детьми прошли команды муниципалитетов области. За 2011 год было обучено 288 человек. В 2012 году запланировано обучение еще 280 человек, а в 2013 году 175 человек из регионов Российской Федерации. Вчера к нам приехали коллеги из Алтайского края, и мы очень рады этому. Педагоги Кузбасса понимают необходимость непрерывного совершенствования профессионализма, повышения профессиональной компетентности, которая предполагает систему своевременного качественного повышения квалификации и переподготовку работников образования. Этому способствует целый комплекс мероприятий, проводимых в нашем институте по повышению квалификации. Ежегодно в соответствии с потребностями работников образования обновляется вариативная часть образовательных программ повышения квалификации. В 2011 году было разработано 284 курса по выбору, позволяющих во время курсовой подготовки разрешить профессиональные затруднения работников образования и способствующих повышению их профессионализма. В целом количество образовательных программ повышения квалификации увеличилось в 2011 году по сравнению с 2005 годом в 4,7 раза. Курсы по выбору позволяют работнику образования конструировать собственный образовательный маршрут, самостоятельно выбирать содержание образования с учетом своих профессиональных потребностей, проблем, уровня квалификации. С целью создания условий для реализации учителями возможности непрерывного профессионального образования в институте ведется работа по внедрению различных форм взаимодействия с педагогами в межкурсовой период. Участвуя в конференциях, постоянно действующих проблемно-ориентированных семинарах, вебинарах, тематических и индивидуальных консультациях по актуальным проблемам образования, педагоги области имеют возможность обновлять, пополнять профессиональные знания, что обеспечивает им непрерывность профессионального образования и повышение профессионализма. На слайде можно увидеть, что с 2008-2009 учебного года увеличилось не только количество мероприятий, но и от года к году увеличилось количество участников. Естественно, возникает вопрос, а каково качество? По нашему мнению, количественного увеличения участников, скорее всего, не было бы, если бы педагоги не получали своевременной помощи. Как показывает анализ проводимых мероприятий, около 96% педагогов удовлетворены полученной информацией. Сегодня в Кузбассе сложилась система конкурсного движения, которая охватывает образовательные учреждения разного типа и вида, различные категории педагогов, а также методические службы. Конкурс — это не только материальный, но и моральный стимул к профессиональному развитию. Ежегодно проводится от 10 до 15 конкурсов профессионального мастерства. Например, в 2011 году прошли конкурсы «Учитель года», «Лесенка успеха», «Педагогические таланты Кузбасса», «Самый классный классный», «Сердце отдают детям», «Лучшая школьная библиотека», «Областной конкурс на лучший социально значимый проект», «Педагог-психолог», «Конкурс веб-сайдов образовательных учреждений Кемеровской области», «Кузбасское благообразование», «ИТЭ», «Педагог Кузбасса XXI века», «Новая волна». В 2012 году объявлены новые конкурсы «Первый учитель» и «Лучшие программы развития образовательных учреждений». За последние годы наблюдается рост активности участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Так, в 2011 году прирост составил 41%. Победа в конкурсах профессионального мастерства способствует становлению учителей как исследователей и экспериментаторов. Ежегодно около 15% педагогов от общего числа победителей активно участвует в региональных российских научно-практических конференциях, в днях открытых дверей, мастер-классах, выставках разработок и достижений педагогов, являются членами жюри и членами экспертных групп конкурсов профессионального мастерства, издают монографии, учебные пособия, поликуют научные статьи. Для многих учителей такие участия в конкурсе стали мощным стимулом к началу научно-исследовательской работы. 106 педагогов области закончили аспирантуру по направлению педагогическое образование. За последние 5 лет 19 педагогов-педагогических работников успешно защитили диссертации. Им присвоена ученая степень, кандидат педагогических наук. Сегодня мы говорим о позитивных изменениях в сфере образования, в том числе о повышении престижа профессии и социального статуса педагога. Именно социальное самочувствие педагогов, их оценка своего места в системе социальных отношений во многом определяет успех будущих преобразований. Одним из интегральных показателей социального статуса является оценка престижа педагогической профессии. И эта оценка в современной России неоднозначна. Третий год в области проводится социологическое исследование, социальный престиж профессии педагога, в которой принимают участие педагоги образовательных учреждений всех территорий Кемеровской области, родители и учащиеся. Результаты исследования позволяют утверждать, что престиж профессии учителя хоть медленно, но повышается. Так, в исследовании 2012 года 77,5% педагогических работников отметили, что скорее удовлетворены или полностью удовлетворены выбранной профессией. 42,5% педагогов указали, что не жалеют о том, что связали свою судьбу с данной профессией. Результаты опроса представлены на слайде. 51,7% опрошенных нами педагогов с разной степенью уверенности ответили, что выбрали бы профессию педагога вновь. Данный показатель увеличился по сравнению с исследованием 2010 года на 2,3%. И хотя увеличение незначительное, но мы считаем, что это увеличение является подтверждением улучшения условий труда педагогов области. Нас радует, что в образовательные учреждения Кемеровской области в последние годы приходят молодые и талантливые учителя. На протяжении пяти лет основные потребители общеобразовательных услуг региона в большинстве указывают на удовлетворенность качеством получаемого в образовательном учреждении образования. Как видно из диаграммы, представленной на слайде, 82% респондентов, опрошенных в 2011-2012 учебном году, удовлетворены качеством образования. В 2009, то есть за два предыдущих учебных года, удовлетворенность составляет 81,5% населения Кемеровской области. Это говорит о стабильно высоком уровне организации процесса обучения. В текущем году почти 80% обучающихся и 81% родителей области указали на то, что выпускники области смогут продолжить образование с полученным уровнем знаний и поступить в вузы не только нашей области, но и 20% выпускников в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Учитель – это главное связующее звено между настоящим и будущим. Педагоги все больше осознают свою роль в модернизации, совершенствовании системы образования. Растет их профессиональное самосознание. Важным условием качественного общего образования, по мнению обучающихся и родителей, является профессионализм учителей. Потребители образовательных услуг на протяжении всего периода исследования характеризуют профессионализм учителей области преимущественно как высокий и довольно высокий. По сравнению с 2008-2009 учебным годом выявлены тенденции повышения оценок профессионализма учителей региона. Как видно из результатов опроса, доля респондентов, считающих, что педагоги области отличаются высоким уровнем профессионализма, увеличилась по сравнению с 2008-2009 учебным годом с 60% до 73%. Несмотря на положительные результаты, есть, конечно, у нас и проблемы, которые педагогическому сообществу необходимо решать. Одна из таких проблем – привлечение молодых кадров в образовательные учреждения. И не всегда проблема ухода молодого учителя из школы – это низкая заработная плата. Среди основных причин, называемых молодыми педагогами, это недостаточная методическая помощь со стороны как образовательного учреждения, так и муниципальной методической службы на этапе профессионального становления. Помочь в становлении педагога призваны общественные педагогические сообщества и ассоциации. Для нашей области это перспективное направление развития образования. Модернизационные процессы в образовании, происходящие в настоящее время, предполагают активное внедрение инновационных подходов к образовательной деятельности в образовательном учреждении. И хотя около 66% родителей и обучающихся отмечают, что применение инноваций способствует повышению качества образования, развитию интереса к учебе, способствует повышению престижа образовательного учреждения, недостаточно активно образовательные учреждения внедряют инновации. Еще одним перспективным направлением развития образования Кузбасса является активное использование информационно-коммуникационных технологий при организации образовательного процесса. Необходимо рассмотреть возможность внедрения дистанционного образования при организации профильного обучения, в том числе и в сельской местности. Шире использовать возможности дистанционного обучения при организации образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Эта проблема требует объединения усилий системы социальной защиты, образования и здравоохранения. Внедрение в образовательный процесс электронных учебных пособий – это близлежащая задача, которую мы начали решать, но еще нам предстоит сделать много в этом направлении. Для повышения профессионализма педагога значимым условием является непрерывность профессионального образования. Наряду с теми формами повышения квалификации, которые используются в образовательной практике, необходимо продолжить поиск новых форм, моделей подготовки педагогов, совершенствования их профессионализма. Отличительными чертами современного педагога, педагога-мастера является постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед. Ведь труд учителя – это великолепный источник для безграничного творчества. Спасибо. Спасибо, Елена Алексеевна. Уважаемые коллеги, если у вас будут какие-то вопросы к докладчикам, либо к президиуму, либо просто, если бы вы хотели, чтобы мы озвучили какой-то вопрос, то, пожалуйста, в письменном виде с удовольствием...